Всем привет друзья, с вами Джонни и это 26 серия нашего пути до сета аксессуаров за 25 тысяч АЗ коинов на проекте Аризона РП Гилберт. Не забудьте обязательно подписаться на канал и поставить лайк, если вы здесь впервые. Ну а я вам желаю наиприятнейшего просмотра. Давненько я не участвовал в мероприятии пабок, поэтому решил сходить проверить, как сейчас там обстоят дела. Ну и кто знает, может займу какое-нибудь призовое место, ну а также подлтаю БП коины. Если что, прямо сейчас у меня 29 тысяч, и я думаю, что начиная с этого дня, нужно будет регулярно посещать это мероприятие. Ибо я напоминаю, что отсюда можно покупать те самые осколки для аксессуаров. Десантировался я фиг пойми куда, но и в общем-то поблизости не оказалось ни ганов, ни автомобиля, поэтому на своих двух ногах я добрался до ближайших зданий, но к сожалению, там почти что все было залутано. Удалось мне найти всего лишь жалкий шотган, ну а также бронежилет первого уровня. Но зайдя за этот угол, я сразу же нахожу там машину, ну а также патрона для своего шотгана. Спустя 10 минут после начала пабга, у меня уже есть и снайперская винтовка, и дезерт игл. В общем-то я упакован конкретно, да и в живых у нас осталось всего лишь 18 игроков. Первый раз за эту игру встречаю игрока и начинаю с ним файтиться, и он и я оставляем друг другу буквально одну тычку, и в этот момент я решаю, что лучше всего это будет сесть в машину и отойти на безопасное расстояние. Но у того самого игрока также была снайперская винтовка, ну и каким-то чудом он смог меня убить. По итогу я занял 17 место и заработал 3270 БП коинов. Поздним вечером, находясь на своем основном аккаунте, я решил проверить, что же продается на автобазаре, и заметил игрока, который был готов выставить свою кастомную фуру за 41 миллион. Как вы знаете, в своих прошлых путях у меня уже была фура, которую я также сдавал в аренду, но с началом этого пути прежнюю фуру я разыграл, на руках у меня было 341 миллионов, и я подумал, почему бы не купить эту фуру, но не просто ради того, чтобы сдавать ее в аренду или же работать на сервере Гилберт, а отправиться вместе с ней на остров Вайсити и там посмотреть, сколько можно заработать на кастомной фуре. Такая возможность есть на Аризоне уже как, наверное, месяца 2, то и 3, но я ни разу еще так не работал, поэтому мне самому интересно проверить этот способ заработка. Добрался я, короче, до автобазара, спрашиваю еще раз, сколько торг, говоришь? Игрок пишет, что 41 миллиону в край, ну и в принципе, я думаю, что это адекватная цена для такой фуры. Но тут уже другая проблема, у игрока не было страховки, поэтому мы отправились в центр страхования. По дороге мне позвонил игрок, который находился на тот момент в тюрьме, ну а как вы знаете, с прошлой серии я купил себе навык адвоката за 8000 азекоинов, и судя по вашим комментариям, это была просто фатальная ошибка, ибо максимальный навык адвоката можно получить при вечном ADD VIP, который, кстати, я смогу получить уже где-то через 200 часов. Пока игрок ставил страховку на фуру, я отправился в ЛВПД, заходим внутрь, показываем, конечно же, сначала свою визитку, игрок сам предлагает цену в 1 миллион, ну и, конечно, я не буду спорить, предлагаем ему сократить срок за лям баксов, ну и возвращаемся обратно к автобазару. Когда я вернулся на автобазар, того самого игрока с фурой не было, но зато появился уже другой игрок на другой фуре. Тот самый игрок выставил фуру за 39 миллионов, ну а также пишет торг. Давайте напишем ему 35 миллионов, не знаю, согласится ли он на это, 36 и гоу. На самом деле, не знаю, стоит ли покупать сейчас эту фуру, да, игрок и вправду выставил ее за 36 миллионов, поэтому давайте без каких-либо раздумываний покупать ее. На комиссию потратим еще 1 миллион 400, но по сути это не так уж-то и важно, ибо, насколько я знаю, госка этой фуры 40 миллионов, и по идее я смогу ее застраховать на слет, и уже после слета получить 40 миллионов. Ну и сразу, как я купил ту самую фуру, приезжает второй игрок, выставляет он фуру за 41 миллион, ну и с учетом комиссии эта фура мне обошлась в 42 миллиона 640 тысяч. Буквально за одну минуту я стал владельцем сразу двух фур, хоть это и сейчас не самый топовый заработок, и возможно я опять сделал большую ошибку, но почему бы и нет. Далее на своей новой фуре я отправился в центр страхования, и сперва решил застраховать ее на слет сроком навсегда, но и так как у нее госстоимость довольно маленькая, обошлось мне это всего лишь в 800 тысяч. Далее, друзья, я решил застраховать вторую фуру Вольво Трак, также на слет в сроком 3 месяца, то есть по минималке. Ну и когда оставляю заявление, тут я приятно был удивлен, ибо стоимость страховки составляет 10 миллионов 800 тысяч, и это получается мне бессмысленно ее страховать, ибо даже если она слетит, я в любом случае останусь в минусе. Поэтому со второй фурой я конкретно прогадал. После того, как я установил все возможные страховки, отправился в СТО Форт Карсон, где поменял масло и полностью восстановил состояние автомобиля. Как я уже говорил, на этой фуре я планирую поработать на острове Вай Сити, ну а для того, чтобы перенаправить ее туда, мне сначала нужно преобразовать ее в сертификат. Ну а что очень важно, для устройства на острове Вай Сити мне также необходима рабочая виза, которую можно получить у сотрудника правительства. Покупаю рабочую визу за 600 тысяч сроком на 25 дней, ну а сразу после этого сажусь в свою фуру и прописываю слэш-донат. Далее заходим в другое, и здесь мне нужно приобрести сброс пробега для автомобиля, ибо для того, чтобы преобразовать машину в сертификат, ее пробег не должен превышать 200 километров. Все, поздравляем, вы успешно сняли пробег с автомобиля, ну а дальше также с помощью сотрудника правительства, заплатив 450 тысяч, мне был добавлен сертификат Ивеко с Трейлз. Вот он прямо сейчас у меня в инвентаре, ну и по сути я уже готов к тому, чтобы отправиться на остров Вай Сити. Но перед этим я решил снять со своего Бугатти болида все детали спорт, дабы на Вай Сити поставить их на фуру. Думал о том, чтобы снять и ковш, но мне потом будет лень выставлять его обратно на Бугатти, поэтому, пожалуй, обойдемся без него. Все, друзья, отправляемся в аэропорт Лос-Антеса, и мгновенным перелетом оказываемся на Вай Сити. Оказавшись на острове Вай Сити, не знаю почему, но у меня не работает HUD, то есть не отображаются справа в углу деньги, и как я понял, это проблема не только у меня, а у всех игроков. На острове добрался я до автобазара, и когда решил активировать сертификат, оказывается стоимость его открытия составляет 20 тысяч Вай Сити коинов, что в переводе на обычные верты это где-то 2 миллиона. Долетаю на своем шарике до банка, и здесь по выгодному курсу обмениваю 30 тысяч Вай Сити коинов. Ну и все, друзья, я активировал тот самый сертификат на фуру, и вот она у меня на острове Вай Сити. Сразу после этого я отправился в СТО, чтобы установить на нее все свои тюнинг-детали, но здесь опять же за установление каждой детальки мне нужно было заплатить по 2250 Вай Сити доллара. Установил я 4 детальки, после чего снова вернулся в банк, обменял еще 45 тысяч Вай Сити доллара, вернулся обратно к СТО и установил все детальки. Ну и самое главное, заходим в центр занятости, увольняемся с прошлой работы и устраиваемся здесь дальнобойщиком. На кастомном грузовике тоже можно работать дальнобойщиком, и зарплата на нем будет в разы больше, как и получение ларца дальнобойщика при каждой доставке товара. Это именно то, что мы и проверим. Далее я отправился на базу дальнобойщиков, подходим к этому чекпоинту и начинаем работу на личном грузовике. Из доступного груза у нас были только продукты. Ну и короче, решил я заправиться, но и как всегда не обошлось без каких-либо препятствий. По итогу я полностью застрял в этой заправке, ну и учитывая, что на часах уже был час ночи, я решил поработать немного позже. В это время я отправился на центральный рынок, там нашел игрока, который скупал те самые ресурсы из новогоднего обновления, продал ему 12 чернил за 1200 вайсити коина, в обычные доллары это примерно 143 тысячи. Так как уже скоро обнову уберут, эти предметы также не будут иметь никакого смысла, поэтому лучше от них избавиться. Ну а далее, друзья, я встал за лавкой и выставил свои предметы, которые у меня были в инвентаре, на продажу. И спустя где-то полтора часа у меня купили одну платиновую рулетку, семейные талоны и 26 ларцов организации. Так как худ до сих пор не работает, смотрим в статистике и видим, что на руках у меня 63 тысячи вайсити коина. Ну и думаю, что на этом пока что можно завершить эту серию. Победитель на розыгрыш из прошлой серии прямо сейчас у вас на экране, отпиши мне вконтакте, чтобы забрать свой приз. Ну а сегодня давайте разыграем столько азэкоинов, сколько лайков соберет эта серия. Условия как всегда простые, достаточно просто быть подписанным на канал, поставить лайк и в комментариях написать свой никнейм, неважно на каком сервере Аризоны. Ну а если вы хотите, чтобы следующая серия вышла уже завтра, набираем здесь 1000 лайков.